завод мы открыли 2009 году построили здесь то есть завод строили как копия нашего люксембургского предприятия то есть все цеха расположены параллельно просто листовую распускаем газорезным станком обрение происходит через ртк то есть это основная продукция да там определенное давление оно четко прописано следующее это у нас второй по значимости цех это цех второстепенного каркаса основная продукция этого цеха это z-образный профиль z-образный профиль используется да в качестве брешетки уже то есть он крепится на основной каркас является основанием для крепления изоляции ограждающих конструкций z-образный профиль производится из штрипса то есть рулоны оцинкованной стали которым мы закупаем необходимой ширины на заводов поставщиков там или нарезаем у специальных компаний поскольку каждое изделие она производит из определенного рулона до определенной ширины и определенной толщины то есть рулоны вывешиваются на линию вот разматываются пробивается сначала все необходимые отверстия для монтажа и после этого происходит гибко либо автоматическим способом на роликах да то есть это легко перенастраиваем по три вида профиля машина вот либо мы снимаем материал как вы видите здесь заготовки они уже гнутся вот на такой как бы машине тандем пресс 12 метровый пресс может быть может производить 12 метровые изделия либо если короткие изделия может могут работать две бригады одновременно то есть они как бы все могут быть синхронизированные эти две части станка могут как бы по отдельности работать все станки ну помимо этого да это один из первых станков которые мы видим они с чпу управлением то есть задание загружаются также в электронном виде туда то есть они получают задания все имеют библиотеку стандартных решений потому что астрон в первую очередь это что такое да то есть быстро возводимые здания да монтаж с колес то есть грузовик приехал мы сразу все монтаж да то есть каким образом мы это достигаем то есть первую очередь у нас огромная библиотека уже стандартных изделий и отдел проектирования он манипулирует этими стандартными изделиями да там своих программах из этих стандартных изделий мы стараемся удовлетворить потребности заказчика да то есть такой конструктор собираем то есть То есть, фактически, получается, нет необходимости проектировать какие-то сложные элементы, конкретно по заказчику они уже спроектированы. Если бы не приходилось, тогда мы бы еще быстрее делали. Но поскольку у нас первый концепт – это скорость, второе наше направление, может быть, третье, я бы так сказал, это удовлетворение решений заказчика. И сейчас тенденция такая, что они усложняются, эти требования немножко. Последние годы заказчики хотят все больше каких-то архитектурных элементов, то есть много, опять же, с другой стороны, технологии, уже еще более развитые под какие-то технологии, когда мы даем здания, требуются какие-то уже специальные решения. И у нас уже есть целая библиотека уже нестандартных решений, которые в теории от количества их использования мы пока еще не можем их стандартизировать, но, тем не менее, они уже повторяются из здания в здании. То есть нестандартные решения также могут архивироваться, мы их не теряем. То есть, грубо говоря, у нас 35 тысяч стандартных наименований, из которых мы можем комбинировать очень много вариантов. Ну и в течение года примерно столько же проходит нестандартных наименований, которые мы проектируем уже конкретно под заказчиком. То есть мы, конечно, себя не ограничиваем этой стандартной библиотекой, потому что наша задача удовлетворить потребности заказчика. То есть второстепенные, что еще в этом цехе выпускают? То есть помимо прогонов и стойк, ворот, дверей, то есть подкаркасы, мы выпускаем проемы, мы сами там увидим на отгрузке. То есть это готовые подкаркасы проемов, проходы через кровлю. То есть это опоры для люков дымоудаления, подсветовые короба, выходы на кровлю и так далее. То есть это все делается тоже в этом цехе. Также в этом цехе к второстепенному каркасу относятся различные уголки, подкосики, с помощью которых стыкуются балки. То есть стабилизационных очень много элементов, поскольку конструкции основного каркаса не очень легкие. Поэтому у нас развита вот эта пространственная стабилизация. То есть мы очень много времени уделяем именно стабилизации. Особенность, например, Z-образных прогонов какая? Вот у них отверстий много, да, вот видите там отверстия. Они монтируются внахлёст, да. Нахлёст обеспечивает эффект неразрезной балки. То есть у нас от торцевой, вот здание хоть 200 метров, например, да, то есть все прогоны это целиковая неразрезная балка. То есть она просто воспринимает нагрузки в блоках жесткости. То есть периодически, если увидите, кресты есть на кровле или связи вот жесткие, да, вот крестообразные, это блоки жесткости, которые воспринимают какие-то нагрузки, там снеговые, там ветровые, вот, и уводят их на фундамент. То есть задача всех этих элементов стабилизации, блоков жесткости, увести ненужные вот эти вот расшатывающие усилия на фундамент, да. То есть и вот всё это, это всё здесь второстепенный каркас производит. Но, опять же, цинкованные изделия мы не хороним на улице, поскольку они не для монтажа снаружи здания, поскольку здесь, ну, там, 20 микрон цинка, используем мы 375-й, да, я уже, как бы, да, 375-й цинк, это 20 микрон с каждой стороны, вот. Поэтому, как бы, мы их храним внутри, вывозим на монтаж и, соответственно, рекомендуем сразу монтировать, долго не хранить. 20 микрон это напыление, да, вот то, что, ну, покрытие. Это горячий цинковый, процесс горячего цинкования, то есть чёрная сталь, она пропускается через расплав цинковый на заводе, ну, как бы, не у нас, да, и, соответственно, как бы, называется процесс гальванизации, да, то есть горячий цинкование называется процесс. Вот, и она вот такая получается. Окрашенные, кстати, рулоны, они тоже все в базе свои, но они другие толщины. Здесь мы используем толщины от 1,5 до 3,2 мм, а окрашенные рулоны, это толщины, там, 0,5, 0,65, да, там, ну, самые большие, там, у нас бывали, там, 0,72, там, такие были, да, вот, они тоже в базе своей цинковой, и поверх этого цинковки идёт окраска, то есть, как бы, там тоже цинк, то есть обязательно без цинка, конечно, цинк, он помогает увеличить долговечность изделия, в принципе, по себе. Ну, то есть, фактически, такой материал, такой материал фактически уже не боится ни влаги, ни перепадов температуры и так далее. Давайте так, чистом виде, вот он, ни железо, ни цинк, да, то есть, они всё равно могут реагировать, да, то есть, цинк, он реагирует во влажной среде, и начинает окись цинка образоваться, да, так называемая белая ржавчина, ну, а железо, оно тоже во влажной среде окись железа, вот, но я их не называю ржавчиной, потому что с окисью железа мы-то легко боремся, да, а окись цинка мы стараемся просто предупредить заказчика, да, чтобы он следил за хранением, долго мы не храним, да, то есть, астроновские конструкции, да, они, ну, не рассчитаны на длительное хранение, то есть, они разрабатывали для того, чтобы сразу с колёс и в бой, вот, примерно так. То есть, фактически, при монтаже уже, ну, когда здание готово, оно уже не подвержено коррозии, ну, скажем так, по крайней мере, после монтажа, да. Потому что основной каркас защищается, ну, мы защищаем его грунтом, я вам покажу, второстепенный каркас защищен цинком, да, то есть, внутри, но, опять же, он на определенную агрессивность рассчитан, да, то есть, это нужно, этот проектировка, чем все равно, а дальше это все закрывается, как бы, ограждающими конструкциями, и все, что внутри, вот, оно стоит годами, вот, то есть, и ничего. Понятно. Вот, а здесь у нас склады, то есть, поскольку мы отгружаем комплект для сборки, да, то есть, здание нужно собрать, и есть компоненты, которые, как бы, мы не производим. Болты, герметики, заклепки, саморезы, уплотнители, заглушки и так далее, да, то есть, стандартные клипы второстепенного каркаса тоже укладываются на сток, вот, в зеленых боксах, это стандартно, то есть, я вам говорил, библиотека стандартных номинований, то есть, они заполняют по каждой позиции, там, минимальное количество стандартных изделий, и потом комплектуются, и, соответственно, упаковывается все потом, вот такие коробки до 700 килограмм, вот, то есть, здесь прям все эти болты, метизы, подкраска на подкраску, какая-то ремонт, на все, вот такие у коробочки, то есть, на каждой коробке спецификация, номер и так далее, то есть, ничего не потеряется все равно, и можно сразу все легко найти, и также они подгружаются, вот, комбинированная отгрузка, видите, используем для того, чтобы сэкономить транспорт, вот, выложили мелкие-мелкие балки, утеплитель поставили, да, опять же, КНАУФ, видите, КНАУФ предпочитает только свой утеплитель, да, то есть, мы комплектуем КНАУФ КНАУФовским утеплителем, но у нас тоже стандартизовано, как бы, КНАУФ мы его используем, только цвета другого, чуть-чуть, и все, а так, те же самые характеристики, вот, и все, это грузится, и отсюда, вперед, на стройплощадку. КНАУФ для КНАУФа, и все счастливы. Коробки выборочно проверяются также АТК, то есть, они упаковали коробку, АТК имеет план, например, там не меньше 10 коробок в месяц, они вызывают АТК, АТК все из коробки достает, пересчитывает, и потом укладывается уже совместно обратно, то есть, и после этого такая наклейка, то есть, по идее, это как бы, ну, тройной контроль, по сути. Опять, это выборочно. Это выборочно, конечно. Ну, опять, мы по статистике, понимаете, то есть, вначале мы проверяли очень много, пока люди все учились, привыкали к продукции и так далее. Вот, а теперь мы проверяем, как бы, уже по плану, просто мы установили, и уже по статистике смотрим, да, вот в какой зоне, если где-то у нас проскайкают какие-то ошибки, мы туда чуть-чуть перенаправляем дополнительные какие-то усилия, да, я не говорю именно контроль, потому что, может быть, и не обязательно контроль должен решить, как бы, эту проблему. Если только контроль, не проблема, переориентировались и контроль. То есть, у нас процедуры эти все прописаны, да, то есть, работа с первым заказом, работа с удаленным заказчиком, там, да, то есть, как бы, если удаленный проект, все немножко думают о том, что любая ошибка стоит полета в самолете одного болта, да, то есть, это как бы недешево. А те, которые поближе проекты, там, регулярные, да, здесь, как бы, мы, конечно, стараемся не разделять, да, то есть, для глобального, для производства мы не разделяем, но просто, когда есть некие ресурсы, например, которые я могу усиливать какие-то направления, да, то есть, я, конечно, ориентируюсь по некоторым критериям, по заказчику, там, по важности, то есть, это, конечно, для меня есть. Но это не значит, что другие не важны, ни в коем случае, то есть, это все понимают, это обязательно всем проговаривается. Просто мы добавляем, то есть, есть стандартный уровень, который тоже должен быть, да, качественный, хороший, как бы, и, как бы, по статистика говорит, что, как бы, мы все правильно делаем. А есть какие-то дополнительные направления, где мы можем, то есть, ну, нужно чувствовать. Да. Ну, мы находимся с обратной стороны цеха, да, по профилированию ограждающей конструкции. Вот. Здесь, как бы, мы катаем три вида профиля. Ну, немножко на стенде, но они, видите, отдельными кусочками, просто как шахматы, да, но три вида профиля. Это стеновой наружный профиль, универсальный, это ЛПА, да, то есть, это вот наша стена, которая вокруг завода. Есть профиль ЛП, ЛПР, то есть, это профиль, который используется в трех местах. То есть, на небольшие здания, как бы, это может быть верхний слой кровли, если двуслойная кровля, например, над офисными помещениями, где повышенные требования по теплотехнике и так далее, то может быть еще и нижний слой кровли, да, прямо вот непосредственно прогоны. И вот внутренняя сторона, внутренняя обшивка вот такого промышленного вида варианта, то есть, три направления. И третий вид профиля, это ЛМР-600, это фальцевая кровля, да, это всякие вот эти вот, наверное, рекламные, которые показывал, наверное, Сергей уже, там, подвижные фальцы и так далее. Вот это вот тоже мы катаем здесь, да. То есть, машина в этом плане не просто, она не перенастраиваемая, просто идет замена роликов. То есть, под каждый профиль мы снимаем блоки, потом опять ставим. Вот. Что сначала делается, как всегда, разматывается рулон, немножко смачиваем маслом специальным, у нас два вида масла для алюмоцинкового покрытия, для полиэстера, и оно самоиспаряющееся масло. То есть, оно нужно, опять же, на что? На три недели, которые мы даем на распаковку. Потому что дальше, когда это масло испаряется, если начинают перепады, скачки температур, внутри профлиста, уже между панелями, они же плотно лежат, появляется влага конденсата под это, конденсат очень плохо влияет вообще на любое покрытие. Поэтому, конечно же, мы рекомендуем хранить не более трех недель, поскольку скоростной монтаж. Вот. А дальше уже, ну, нам пришлось разработать дополнительные рекомендации, да, чтобы там упаковки надо где-то раскрывать, где-то ставить их под углом, чтобы все время там этот конденсат сигнал и так далее. То есть, вот, как бы, нужно беречь. То есть, здесь уже какие дорогие изделия, да, уже, которые внешний вид, то есть, это нащельники какие-то, ребята, делают, да, то есть, ограждающие конструкции. Их надо беречь, к ним уже относиться надо. И даже в процессе эксплуатации потом специально мы говорим, ребят, аккуратно, поднимите цоколь, чтобы брызги от дождя не брызгали и так далее, да. Это что касается автоматической линии. Ну, нащельники, это вот доборные элементы, да, которые, они гнут на станках гибочных, мы там немножко обойдем. Упаковываются вот такие коробки, 6 метров коробки, то есть, здесь у нас нащельники, водосточные трубы, например, да, доборы и так далее. Вот. Что еще в этом цеху делать? В этом цеху производят наш внутренний водосточный желоб. Он тоже такой непростой. Он вулканизированный ТПО-мембран, то есть, сделан из стали, с вулканизированной ТПО-мембраной, да, то есть, это, ну, ТПО, я не помню, как расшифровывается, но такой термопластик какой-то, да, такая терморезина какая-то, да. Причем вот серый цвет, это еще защита от ультрафиолета. Что-то она такая. Она приваривается. То есть, мы привариваем специальные вот эти вот заглушки к краям желоба. Для чего? Для того, чтобы сделать эффект вылета панели в желоб. То есть, получается такая непроливайка корыта. То есть, здесь это заводской шов. Здесь просто по краю фиксируется настройплощадке через специальный герметик. И у нас получается подвижное соединение. То есть, мы не выворачиваем, не напрягаем, не выламывается панель, ничего. То есть, шов, он, желоб сам по себе, как бы немножко, да, кровля по себе расширяется, учитывает. И стыкуется настройплощадке тоже методом сварки. То есть, вот, ну, специально эти фенами, простроительными фенами. Вот такой вот желоб разработан был успешно уже там, больше пяти лет назад. По сути, как бы, да, то есть, это как бы непроливаемая система на сегодняшний день. И воронки также, они специальными фартуками вывариваются. То есть, нету саморезов. То есть, мы не используем саморезы, не дыряем это корыто. Поэтому, ну, почему еще нам это важно на системе? Потому что у нас безуклонка. У нас нету разуклонки по водосточным желобам. То есть, мы допускаем, и этот вес учитывается, что вода там некоторое количество может стоять во всех этих желобах. То есть, для нас, для конструкции никакого, как бы, опасения нет. Соответственно, она, если превышает какой-то уровень, она сама, как бы, должна уходить. Но отведение, водоотведение, соответственно, это уже генпроектировщик должен позаботиться. Так же, как и мы у себя тут заботимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok